Всем привет, ребят! С вами Сезанна, и вы только посмотрите, какая прелесть у меня есть. В общем-то, я недавно заказывала вот такую вот небольшую картину по номерам, которая клеится стразиками. Я думаю, видно с обратной стороны у нас полное наполнение данного набора, и мне кажется, это ну настолько увлекательное действие. Давайте поскорее открывать, потому что лично мне уже просто не терпится начать. Так, смотрите, в комплекте идет очень много разных цветов этих стразиков, они все в отдельных пакетах. И на каждом из них есть свой порядковый номер, что очень удобно. Еще довольно-таки важная вещь данного набора, это такая вот лодочка типа, короче, емкость для стразов. Небольшой гелевый кусочек, но 100% его так много не понадобится, и сама вот эта вот типа ручка, на которую мы будем цеплять стразики. Ну и давайте поближе глянем вот эту вот нашу картину. Кстати, сверху есть пленочка, потому что основа данной картины, она проклеена типа таким вот клеем, короче, она очень липкая. Будем по чуть-чуть с вами снимать верхний слой, чтобы не поприлипать руками. Так, ребят, ну что же, пригодавливаемся к работе. Для начала нужно активировать вот эту вот ручку типа, и берем немножечко данной желейной шняги. Тем самым она залезает в прорезь и липнет потом к стразикам. Давайте отделим первый цвет, начну я, пожалуй, с белого. Давайте его аккуратненько вот так вот отрежем, потому что, я думаю, все стразы мы точно не используем. Немножечко потрясем, тем самым их разравниваем. Из-за вот этих вот прорезей на дне они становятся очень удобно в линии. Ну что, ребят, пора приступать. Мне на самом деле как-то даже немного волнительно, потому что единственный раз, когда я клеила подобные стразы, это были такие вот маленькие наклеечки на Новый год. Там были всякие Деды Морозы, какие-то штучки. И помню, по-моему, я это клеила также вместе с вами на видео. Но они были такие маленькие, там были очень большие стразы, поэтому я как-то особо не поняла суть, знаете, вот этой вот картины с алмазов. Но здесь эта штука 15 на 15 сантиметров. Это достаточно много. Я не стала брать какую-то очень большую, потому что была не особо уверена в своих силах, что я смогу за раз это закончить. Поэтому подумала, что 15 на 15 сантиметров это, в принципе, такой нормальный, небольшой, но в то же время такой хороший размер картины. Кстати, кому интересно, ее я заказывала на Алиэкспрессе. Там были еще разные, ну, другие аниме, были другие вообще персонажи из Наруто. Но мне почему-то показалось, что именно вот этот вот Чиби Наруто, он смотрится так классно. Ну и плюс, я думаю, Чиби рисунки брать намного как-то надежнее, потому что, я думаю, вы помните мою прошлую картину с Алика, которую мы с вами раскрашивали, потом еще сто раз, блин, переделывали с Джунлей и Тарталей. Для Алиэкспресса подобные очень сложные картины, очень, ну, как-то тяжело и, может быть, даже невозможно повторить в точности, как они это нам презентуют. Поэтому я не стала тратить те же 10, там, или 8 долларов на картинку, которая изначально на сайте выглядит очень красиво, а потом к тебе приедет какая-то перекошенная совсем, ну, не такая. В этом случае мне повезло, я видела еще и отзывы, мне очень понравилось. И сейчас, когда я вижу сам шаблон, то есть мы его по-любому не можем испортить стразиками, потому что они здесь конкретно, видно, как это будет в итоге, если мы это все проклеим. И мне очень нравится, как это все выглядит, действительно, то, что я хотела изначально. Ну, и плюс, мне кажется, что сами стразики вполне такого неплохого качества, они все ровненькие, нет никаких перекореженных там, каких-то сплавленных воедино, каких-то мутантов, все очень классные, ровненькие и блестящие. Так, ну, а что я лично могу сказать по поводу того, знаете, по поводу самого процесса поклейки этих алмазиков, это достаточно залипательно. Но, знаете, я видела в ТикТоке, что есть такие вот, вот эти вот прилипушки, которыми я сейчас леплю, есть по 4-5 штук, то есть они такие плоские и длинные. Да, в этом случае было бы очень классно, потому что по одной на самом деле достаточно долго, и бывает, что я леплю криво. Но единственное в таком случае рада, то что это можно немножечко подвинуть рукой. Знаете, я делала, когда вот прилепила какую-то часть, я накрывала снова данной пленкой, которая находится сверху, и уже ногтями, ну, пальцами можно, чем угодно, можно этой штучкой. Я поправляла и сильнее вдавливала их в картину, чтобы они уже точно не лепились, именно на своем ровненьком, правильном месте. Это очень помогает. Блин, ну на самом деле я сейчас вот, ну, не так уж много сделала, но это так залипательно, просто капец. Я не чувствовала усталости, так знаете, когда иногда рисуешь, и ты думаешь, ой, сколько мне еще много там раскрашивать или рисовать, и вот начинаешь уставать. А здесь нет, то есть ты, по сути, не делаешь какую-то колоссальную работу, и тебе не надо думать там, какие-то цвета там смешивать, да, или что-то типа того, потому что у тебя вот строго есть там на этом пакетике написан номер, и ты клеишь этот же номер. Получается, ну, так прикольно! Особенно, когда исчезают вот эти вот номерки, там, 4, 5 и так далее, все этот рисунок становится не таким черным, ну, типа, не таким рябым, потому что перед глазами вот эта куча таких номерков, куча-куча-куча, и ты такой думаешь, блин, странно это выглядит на самом деле. Но когда ты уже наклеиваешь стразики, это выглядит так здорово, я прям кайфую. Возможно, даже на этом моменте я немного пожалела, то, что взяла такой маленький размер, надо было, ну, 30 на 30 примерно, потому что там такие были, или были 20 на 40, не помню, наверное, формата А4 были точно. Ну, короче, очень здорово, я прям довольна такой вот с залипательной штукой, потому что это так расслабляет. И, кстати, в итоге я все эти алмазики клеила 3,5 часа, может быть, даже 4. Да, это много, кажется, вроде на 15-15 сантиметров, ты чё, Сюза, ты чё так долго клеишь? Но когда ты это делаешь, вот это вот по одной, столько штук приклеить, это жёстко. Но опять же повторюсь то, что всё это время прошло как за минут 20. Я вообще не устала, я даже не почувствовала то, что я так долго это делаю. Но вы, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, кто тоже пробовал такие алмазные мозаики. Я знаю, что есть такие не кружочками, а квадратиками, и они прям полностью заполняют всю пространство. То есть тут есть ещё маленькие липкие слои между ними, знаете, вот эти вот стыки, которые не проклеены, они полностью пустые, но благо здесь придумали подложку цветную, то есть те же его волосы, они жёлтые, там контуры чёрные, да, то есть если мы что-то не проклеим, то это не останется белым, это останется чёрным или жёлтым под цвет самому алмазу, это очень здорово. Но мне кажется, квадратные они лучше, потому что они полностью заполняют всё пространство, это выглядит супер. Но, к сожалению, квадратных таких не было именно в таких вариантах. Я думаю, в принципе, в каких-то пейзажах есть, может, в каких-то домах, натюрмортах, не знаю. Может быть, такое есть, потому что я видела в интернете, ну, именно когда люди это всё делают, они в продаже. Вот, поэтому, ребят, если у кого-то есть, может быть, вы нашли на том же Алиэкспрессе с Наруто, может быть, с какими-то другими аниме, если да, то напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я хочу себе что-то подобное. Ну, я думаю, вы заметили то, что я решила вам снимать полностью весь процесс, то есть без вас я не делала практически ничего. Единственное, я там некоторые там 13-е номерки, там по одной бусинке, которую я не доклеила там на лице или на его кофточке или ещё где-то, я потом в процессе как-то доклеивала, когда увидела, потому что, ну, нет смысла, да, одну штучку приклеила и сняла. Ну, это как-то странно. Итак, в принципе, это видео мне придётся очень-очень сильно ускорять, потому что здесь 2 часа съёмки, плюс, естественно, я не снимала то, что я расклеивала, разрезала, точнее, эти пакетики, засовывала там обратно, их вот это вот перемешивала. Это тоже, естественно, занимает много времени. И плюс вот эта вот липучка, я её очень много раз заменяла, потому что она то выпадала, то как-то странно склеивала вот эти вот штучки, поэтому я, наверное, раз 20 управляла. Ну, а так всё ещё считаю, что это дело очень залипательное и мне нравится. Но я надеюсь, вам тоже нравится подобное видео, потому что не всегда хочется снимать какие-то рисовалки, может быть, кому-то надоело, но это так смотрится залипательное и мне показалось, что достаточно интересный такой формат видео, который можно снять раз там в полгода, раз в год. Ну, а тем временем, ребят, пока я это всё клею, вы за этим наблюдаете, хочу сказать вам, что очень скоро в моём инстаграме стартует новенький крутой конкурс. Если вы хотите ничего не пропустить и поучаствовать, то обязательно спускайтесь по ссылочке в описании или в закреплённом комментарии в мой инстаграм. Я именно там отметила, где будет конкурс, потому что у меня два аккаунта в инстаграме и в том, где будет состоится конкурс, тот я и отметила первым. Как только там наберётся 6 тысяч подписчиков, осталось меньше 50, даже, по-моему, меньше 40. Короче, ребят, обязательно подписываемся и сразу же стартует очень крутой конкурс. Ну, а тем временем я уже заклеиваю последние стразики на его кофточку, он такие вот оранжевые, очень неяркие. И, в принципе, мы с вами полностью и закончили. Кстати, ребят, я всё-таки обрезала вот эти вот ненужные борта, которые, в принципе, и написано было обрезать. Ещё я добавила ещё один белый ряд и также сделала чёрную рамочку, потому что чёрных мне вполне хватило. Так как там оставалась ещё клейкая часть, где-то сантиметра полтора, и плюс, если её просто так оставить, то она будет клейкая, она наберёт в себя всякой пыли, грязи, ненужных всяких штук, и, в принципе, ну зачем это, да? Даже если это обрезать, то она была бы всё равно видна. Поэтому, мне кажется, вот так вот, в таком вот исполнении, с рамкой, со всеми её доделками, это смотрится просто офигенно. Сзади ещё, кстати, можно приклеить картонку, чтобы это смотрелось прям как картина, потому что рамка у неё уже есть. Ну, короче, я в восторге, мне очень нравится. Напишите, ребят, в комментариях, как вам вот такой вот результат, как вам вообще сам процесс данного творчества, понравилось, либо же нет. И покупать ли мне какую-то большую картину, или всё-таки лучше снимать рисовалки. Буду очень признательна, если вы напишите своё мнение в комментариях. Ну, а на этом всё. Всем большое спасибо за просмотр. Встретимся с вами уже очень скоро в следующем видео. Не забудьте, пожалуйста, про конкурс. Все ссылочки в описании и в комментариях. А на этом всё. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!